Свою жертву клещи, как правило, поджидают не на высоких деревьях, а притаившись в траве или кустарниках. Поэтому главное во время лесной прогулки не забывать о мерах личной безопасности. Есть ароматизаторы масла, которые можно заранее обработать себя. Например, лавандой можно. Вот она пугает клещей. Суши, закрываемся, чтобы ничего не попало туда внутрь. Потом, когда выйдем, полностью надо будет смотреть. Конечно, стараемся все заворачивать, чтобы не попадало, и детей вон заворачивать, чтобы все нормально было. Помазать какие-нибудь примаменты специальные. Обувь, чтобы была завязана, хорошо. Все заправлять одеждой. Тоже осматриваем. Горожане знают, как уберечь себя, но, как видим, меры профилактики игнорируют. По лесу гуляют в открытой обуви и без головных уборов. А между тем, укус насекомого может привести к клещевому энцефалиту или боррелиозу. Они опасны тем, что не поражают центральную нервную систему. Почему опасны они именно на нашей территории? Потому что наша территория является природным очагом данной инфекции. Несмотря на то, что последние годы эта инфекция не регистрируется, конкретно клещевой энцефалит на нашей территории, но вероятность инфицирования, она как бы существует. Выяснить, заражено вирусом насекомое или нет, можно только в лабораторных условиях. Поэтому, обнаружив на себе впившегося кровососа, необходимо немедленно обратиться либо к своему терапевту, либо в травпункт. Вовремя начатое лечение убережет вас от серьезных осложнений. Наталья Лушникова, Ринат Харасов, Новости НТР.